всех приветствую на моем канале друзья я откручиваю motorola moto g название телефона xd 1032 подумал если не снят ли мне видеоролик по замене 7 ридера уж очень часто последнее время мне их носят на ремонт с данной проблемой не знаю почему поэтому решил снять видео надеюсь оно будет полезным раз уж так часто носят наверное уже за последние два месяца это 10 аппарат заменой 7 ридера и так открутили винты одинаковые все снимаем крышку тут у нас здесь у нас здесь есть хлястик для извлечения двустороннего скотча который которому точнее с помощью которого точнее батарея крепится системные платья предпочитаю батарею так потому что приклеена она не сильно система извлечения батареи не внушает доверие как и на многих других телефонах и так sim reader такой вот sim reader стоит добавим света как видите передние контакты целые задние контакты у нас не просвечиваются то есть отсутствует сейчас постараюсь его найти возможно на паузе возможно попадется сразу вот он нет вообще-то все у нас разложено но именно данный sim reader у меня разбросан по коробкам короче ставлю на паузу на нет вот нашел такой несложной конструкции симвендер идет но торолога вот они задние контакты которые которые оторваны кстати на всех моторах при приносили этой же модели как раз эти контакты и оторваны где-то один где-то 2 где-то все как в нашем случае рвусы контакты если кто еще не знает чаще всего того что не очень аккуратно вставляют всяческие адаптеры разного типа разных производителей точнее производитель скорее всего один это китай мы в китае в свою очередь в свою очередь разные заводы фабрики изготовители вот есть аккуратные адаптеры достаточно надежные которыми можно пользоваться ни одно ни один раз есть такие которые с одного раза ломают отстегиваем камеру снимаем потому что придется нагревать системную плату будем понапрасну нагревать переднюю камеру аккуратно отсоединяем системную плату дисплейного модуля не надо нагревать не слишком сильный двусторонний скотч крепит ее дисплейный модуль тут самый двусторонний скотч по периметру черного цвета итак sim reader снимать будем феном будем снимать сверху я думаю что будем заклеивать заклеивать будем разъем передней камеры каптоновым скотчем на всякий случай уж как-то слишком близко он стоит к sim reader нужно его просто спалить фен выставок выставляю на на 360 градусов очень тонкая системная плата данной моду модели соответственно термостойкость данные системные платы будет занижена немного в отличие от толстых системных плат к примере блендбери которые можно смело греть под температурой 400 градусов не знаю не знаю Более флуз. Возможно там будет лучше. Советую греть всем сверху. Почему сверху? Потому что при нагреве снизу, возможно, тепло от фена передаться вот сюда под защитные экраны. А что под защитными экранами я, к сожалению, не знаю. Возможно там микросхемки под компаундом. Не знаю, потому что как-то не приходилось их еще снимать. Вот. Поэтому при нагреве снизу они будут подвержены теплоперепаду. Достаточно сильным возможным повреждениям. А при нагреве сверху, как видите, они под защитными экранами. Я думаю это менее, точнее более безопасно. Поэтому греем сверху. Возможно и поднять, я думаю, еще страшно не будет, если поднимем температуру до 400 градусов. Вот он наш симридер. Тормозит резкость. Снимаем каплоновый скотч. Как видите, разъем целый. Хотя при снятии симридера он немного, конечно, шевелился. Видите, да, что с контактами задними, как они выламываются. Поэтому аккуратнее со всякими адаптерами, сим-адаптерами. Удаляем старый флюс отработанный. Свойства он свои потерял. Поэтому наносим новый. Сним-ридер. Давайте проверим этот симридер. Все симридеры, которые имеют внутри выталкивающий механизм, проще говоря, пружину нужно проверять, потому что не всегда срабатывает. Были случаи, когда я устанавливал, не проверяя, а механизм выталкивания не работал. Тут, как видите, все работает, отщелкивается. Поэтому можно ставить. Снимаем с держака системную плату. Ставим будем паяльником сверху. Я делаю это под микроскопом. В данном случае постараюсь сделать это наглядно без микроскопа. А вообще советую. Под микроскопом очень удобно. Видно все до мельчайших подробностей. Выставляем строго по контактам. Обращаем внимание на контакты. Не только контакты корпуса, которые припаиваются к системной плате, но и контакты самой сим-карты. Это все должно быть ровно, по центру. Включил я паяльник, он у меня был холодный. Поэтому... Можно понять. Продолжаем. Пытаюсь вылазить на глаз, прихватили. Пытаюсь вылазить на глаз. Пытаюсь вылазить на глаз. Пытаюсь вылазить на глаз. Пытаюсь вылазить на глаз. Проверю под микроскопом все контакты. Все отлично. Почти один контакт припаян, но как-то слабовато. И так. Пытаюсь вылазить на глаз. Еще раз проверяем сим-карту. Все хорошо. Хорошо. Пытаюсь вылазить на глаз. Вставляем камеру. Заклеиваем разъем обратно каптоновым скотчем. Как и была резиновая прокладка. На разъем дисплейного модуля соединяем батарею. Пытаюсь вылазить на глаз. Пытаюсь вылазить на глаз. Пытаюсь вылазить на глаз. Пытаюсь. Пытаюсь вылазить на глаз. красивая красочная заставка запрашивать даже не пин, а пук-код все читает вытаскиваем сим-карту происходит автоматическая перезагрузка в общем все нормально друзья подписывайтесь на мой канал оставляйте комментарии всем удачи в работе всем мир до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч